Всем привет! Вы на канале TESLAB. У нас сегодня будет такой мини отчет по бронированию фары. Для тех кто не смотрел, напомню, что где-то месяц назад мы ее забронировали и там получились очень интересные результаты. Фара после бронирования стала светить ярче, чем до бронирования, то есть она стала более прозрачной. В общем прошел месяц. Этот месяц она тусила под солнцем, под летним, мокла под дождем. В общем была подвержена всему спектру атмосферных воздействий. За исключением наверное только холода, потому что в данный момент у нас лето. Прошел месяц, в таком режиме я ее держал на улице, вот именно под солнцем. И давайте посмотрим, что с ней стало. Ребят, я опять же сделал замеры и по результатам этих замеров могу сказать только одно. С фарой в общем-то ничего плохого не случилось, она светит также хорошо. Чуть-чуть есть снижение в освещенности видно, что это скорее всего из-за того, что часть жидкости полностью испарилась из-под поверхности пленки после ее нанесения. Вот за этот месяц. Но также видно, что светит она все равно ярче, чем фара до бронирования. Все равно ярче. То есть видно, что колевой слой, который входит в состав этой пленки, он безусловно все равно заглаживает неровности. И этот эффект действительно есть. Я его, видите, уже на двух экспериментах наблюдаю, что действительно он есть. Ну и коль уж я убедился в том, что в общем-то с фарой ничего не случилось от солнца и от жары, давайте проведем более жесткий эксперимент. Я хочу ее попробовать поцарапать, сымитировать, так сказать, пескоструй и проверить, сможет ли пленка самовосстанавливаться. Потому что я про это много слышал, но мне теперь интересно посмотреть, действительно ли это на самом деле. Поэтому сейчас я ее попробую щеточкой поцарапать, а потом либо кипяточком, либо феном погрею и посмотрю, может ли она как-то восстановиться. Вот это мне очень интересно. Так, меня видно? Надеюсь, меня видно. Ребята, у меня вот в руках щетка, обычная щетка, ну не совсем обычная, она прям железная. Мы сейчас попробуем ею прям жестко так фару начать царапать и посмотрим, что у нас будет с этой пленкой. Погнали! Итак, вот она фара. Ребята, извините, стаб маленького. Для меня новая вещь. Так, у нас тут вся подставка, она вся грязная, вся от воды, размокла, от солнца. Я ее потом покрашу либо поменяю, но сейчас это, к сожалению, я думаю, что пусть пока останется так. Но главное у нас это щетка. Давайте-ка вот примерно вот сейчас. Не знаю, вы видите или нет, но я прямо увидел хорошие царапины, которые я только что здесь сделал. Вот сейчас проблема с небольшим фокусом. Я, в общем, сделал явные такие царапины. Давайте проверим, насколько она их... Давайте третий раз. Насколько она их переживет. Честно говоря, даже не знаю, как вам их показать. Но они реально есть. Они реально, ребят, есть. Они реально видны. Вот они. Блин. Ладно. Надеюсь, что будет видно. Так. Нет, давайте еще. Что-то я прямо переживаю. Вот так вот уж прям по-серьезному, по-взрослому. Все прям зацарапал. Сейчас постараюсь. Вот. Все. Вот наконец-то вы их увидели. Какие серьезные царапины я сделал. Смотрите, их здесь нету, но царапал я в общем-то в одном месте. Так. Теперь наша задача чайник. Так. Секунду. 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 Вот он чайник. Включаем его. Ждем, чтобы он нагрелся. Он почти, в принципе, уже скипел. Но сейчас я его все-таки доведу до кипения и попробую плюхнуть на фару и посмотреть, что с ней будет. Да. В принципе, уже бурил. Включаем. Выключаем. И погнали. Так. Секунду. Стаб мне вообще никак не подчиняется в данный момент. Давайте-ка сейчас, чтобы вам было видно, наверное. Попробую вот так вот плехануть. Прямо кипятком. Прямо кипятком, кипятком. И примерно на вот это место. Я так понимаю, нам надо будет потом просушить ее. Но я сейчас как бы... Еще добавим жару. Я на самом деле не знаю, сколько надо для того, чтобы пленка саморазглаживалась после таких воздействий. И вообще, будет ли она разглаживаться после такой металлической щетки. Может быть, это перебор был. Но уж как говорится, проверим. Так, ладно. Сейчас еще буквально, ребята, прольем. Кстати, хочется проверить. Ну да, действительно, действительно горячая. Еще мальца подольем. Пойдем. Не залить бы мне мою тележку. Ну да, ладно. Кажется, уже залили. И так, ребята, пойдем за тряпочкой, чтобы все это протереть. Так, тряпку мы взяли. Идем обратно к нашей фаре замечательной. Так, хотелось бы ее... А, кстати, она и высохла, в общем-то. Она, в общем-то, и высохла уже. Ну, что, ребята, могу сказать. Смотрите, действительно, блин, они пропали. Тут что-то осталось, но это просто ни в какое сравнение... Ни в какое сравнение не идет с тем, что здесь только что было. Ребят, она действительно очень серьезно восстанавливает. Даже от такого серьезного воздействия. Это просто фантастика. Потому что ничего больше... Ну, даже из обычной виниловой пленки, конечно, такого даже не было. Я в свое время ее использовал, мне она очень сильно не понравилась. Итак, ребята, я сейчас маленько подохренел от того, что я увидел. Потому что стальная щетка, вот, ребята, она реально стальная. Это обыкновенные металлические прутья. После такого на обычной фаре по-любому останутся царапины. И они никуда уже с тех пор не денутся, это точно. Ну, кто фар царапал, то все прекрасно знают, там царапины никуда не деваются. Ни от нагрева, ни от чего. Они никуда не уходят. Здесь же эффект просто фантастический. Поэтому, ребята, я теперь очень сильно меняю свое отношение к пленкам после вот этих серий экспериментов. Особенно после вот этого. Это однозначно лучше, чем лак. Однозначно лучше, чем просто полировка. Потому что, как мы видели, свет даже еще и улучшается. Плюс вот такая офигенная защита. И, ребята, у меня сразу скажу, был опыт по бронированию фары обычной виниловой пленкой. Это даже близко несопоставимые вещи. Потому что винил, он даже просто через месяц эксплуатации начинает мутнеть так, что сдираешь этот просто винил, потому что он начинает просто съедать столько света. А в данном случае мы этого не наблюдаем. Плюс наблюдаем офигенную защиту. Офигенную защиту от механического воздействия на фары. Ну, в общем и целом, оставляю вас наедине с этой информацией. Бронировать или не бронировать, вы, конечно, решаете сами. Но сам я однозначно советую фары бронировать после того, что я сейчас увидел. Если что-то непонятно или есть какие-то продолжения тестов по касаемо бронирования и защиты фар, то пишите свои вопросы или предложения в комментариях. Я их все читаю. Огромное спасибо за просмотр и до новых видео. Ну и за кадром, ребята, ну вообще огонь. Огонь технологии я тоже так давно не удивлялся. В плане того, что как можно, как может пленка быть настолько устойчивой? Это может быть еще, конечно, поизучать тему пленок. Вот, может быть, разные пленки, может быть, что-то есть еще лучше. Но хотя эта пленка тремовская и, в общем-то, ну, как бы, по-моему, она не самая дорогая. И все равно настолько эффективно защищать фару. В общем, ребят, я очень рад, что для фар, в общем-то, существует действительно такая... Такая пленка, которая может их так защищать. И вы действительно не портите свои фары ни пескостроем там ничем. А при желании можно вот так вот полить кипяточком и фара станет как новая. Ладно, все, на этом тогда уже действительно все. До новых видео, пока!